Девушки отдыхают В итоге по результатам голосования за депутата от КПРФ Айрата Гебадзинова высказалось 25 депутатов, 4 было против. К слову, самого господина Гебадзинова на заседании по неизвестной причине не было. На основании части 7 статьи 69 регламента законодательства собрания Ульяновской области позвольте объявить, что на должность заместителя председателя законодательства собрания Ульяновской области избран депутат Гебадзинов Айрат Миросихович. Разрешите огласить постановление законодательства собрания Ульяновской области об избрании заместителя председателя законодательства собрания Ульяновской области. Время шло, депутаты совещались и уходили на перерывы. После всех выяснений по составу комитетов было решено профильно расформироваться по кабинетам и уже внутри комитетов провести открытое голосование за председателя и его зама. Напомню, в структуре областного парламента будут работать пять комитетов. В предыдущем созыве их было шесть. Комитет по бюджету и экономической политике, комитет по социальной политике, государственному строительству, местному самоправлению и развитию гражданского общества, комитет по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды, комитет по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству, комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Спустя 45 минут напряженной работы выбраны 4 из 5 председателей комитетов, а также их замы. Мы к этой работе готовы. Это и государственная программа, это утверждение бюджетного. Самое важное, с чего бы я хотел начать, это еще раз вернуться к приоритетам, как мы правильно расходуем финансовые средства. Но прежде чем говорить о расходной части, все-таки нужно еще раз посмотреть и на доходную часть. Преемственность работы и новые приоритеты – то, о чем говорили практически все вновь избранные председатели комитетов. Мы должны сформировать действительно комитет. Он оказался достаточно большой, 12 человек. Это большой отряд депутатов, которые нацелены на работу, работу в сельской местности прежде всего. Все равно аграрный комитет – это сельский комитет. Вопросы бесспорно аграрной политики, бесспорно вопросы природопользования, экологии. Но нельзя забывать о территории, развитии сельской территории, развитии не только по зональному принципу, а прежде всего по организационному. Единственным без головы пока остался комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Причина – ненабранные голоса. Был выдвинут один представитель от партии КПРФ Матвей Володарский, за которого проголосовало три депутата из 12. Других кандидатов на должность не оказалось. – Подождите, по поводу комитета? – Да, по поводу. – Пожалуйста. – В чем проблема? – Пожалуйста. Проблемы нет. – Ну, мы просто обсудили там этот вопрос. Фракция наша предложила кандидатуру. Как я понимаю, фракция «Единя Россия» кандидатуру не устроила. Но со своей стороны кандидатуру они не предложили. Я за то, что комитет очень важный. Подвешивать в воздухе работу эту комитету, я считаю, это неправильно. Поэтому, если у «Единой России», как я понимаю, по всем другим комитетам есть свои особые мнения, я считаю, что надо вам просто предложить кандидатуру и утвердить свою кандидатуру. Но просто вопрос оставить, как бы, да, вот так просто в воздухе, я считаю, что это неправильно. О разговоре о том, что, как бы, да, вроде этот, как бы, должность вы закрепляете за фракцией, я думаю, это тоже неверный вопрос, потому что в прошлый раз господин Гвоздев сказал о том, что предлагаете, говорит, другую кандидатуру. Я считаю, что сейчас что? «Единая Россия» будет уже определять, кто из фракции, коммунистической партии, скажем, Российской Федерации вас устраивает, что ли? Я что-то не могу понять. Поэтому я считаю, что это стратегический комитет, если, скажем так, вас не устраивает кандидатура, которая предложена была со стороны КПРФ, предлагайте свою кандидатуру и утверждайте, все в ваших руках. Так, все? Да. Спасибо. Но я думаю, это немножко неправильно. Ваш фракции, пожалуйста, представляете кандидатуру. Но это примерно так же, как заместитель председателя. Он в первом голосовании не набрал необходимого количества голосов. Второе голосование показало, что он набрал и был избран сегодня. Так что никаких тут... Никто вам навязывать свою кандидатуру не собирается. То есть с первого раза, значит, Айрата Гебадзинова не назначили, со второго раза назначили... Сейчас у нас тоже... Я понимаю, что вы сейчас говорите, что за фракции или как-то, но, может быть, вы, понимаете, вы не будете нам навязывать, кого фракции, какую кандидатуру предлагать. Еще раз продемонстрировав свою культуру, депутаты от КПРФ в этой же манере обсуждения перешли к вопросу по снижению расходов на аппарат ЗСО. Говоря простым языком, предложили проект постановления о сокращении числа помощников депутатов и перевода их на вольные хлеба, то есть на общественное начало. Документ уже успели рассмотреть на первом профильном заседании Комитета по соцполитике. Однако дальнейшее его продвижение депутатами от КПРФ было воспринято в штыки. Как результат, дано время на доработку. В итоге, несмотря на все разногласия, депутаты смогли обсудить все вопросы, касающиеся повестки дня, и тем самым завершить второе заседание. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.